Всем привет! Сегодня мы начинаем наш традиционный обзор пропаганды с необычного гостя. Следственный комитет теперь не только профессионально не заводит уголовные дела по факту покушения на убийство, но и пытается отобрать лавры мастеров пропаганды у Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева. 3 февраля на YouTube-канале Следственного комитета вышел 17-минутный ролик под названием «За кулисами протеста». Публика отреагировала на ролик соответствующе, поставив 11 тысяч дизлайков и всего 2 тысячи лайков. При этом комментарием под роликов всего 20, и все как один хвалебные, остальные комментарии были удалены. Надо ли уточнять, что сам ролик полностью состоит из вранья и манипуляций? Надеемся, что Александр Бастрыкин, увидев наш обзор, не захочет, как он это любит, вывести кого-нибудь в лес и угрожать убийством. Но простите, Александр, какая работа, такие и обзоры. Буквально на первой минуте видео закадровый голос сообщает, что не так давно в соцсетях появилось обращение «Здравствуй, боец!» и что таким обращением людей заманивают на митинги. Недавно в соцсетях появилось новое обращение «Здравствуй, боец!». Мы искали обращение «Здравствуй, боец!» в разных социальных сетях, но ничего не нашли. Сейчас вы спросите, возможно, следственный комитет предоставил какие-то доказательства своих слов? Ведь это следователи, они привыкли опираться на доказательную базу. В ролике и правда демонстрируют скриншоты с обращением «Здравствуй, боец!» и призывом выйти на митинг. Важное уточнение. Очень нелепо и грубо сделаны и в графическом редакторе скриншоты. Следующие несколько минут закадровый голос обрушивает весь свой праведный гнев на оппозицию, посмевшую так обращаться к митингу. Характерно, что те, кто так обращается к вам, выбрали нейтральное слово «боец», а не благородное «защитник». Боец может быть солдатом армии-освободительницы, но и членом вооруженной преступной группы тоже быть может. А еще обиднее стать бойцом-участником унизительного аттракциона «Боев без правил». Только на первый взгляд особой разницы нет. Она есть. И очень существенная. Какой высокий уровень! Какая блестящая многоходовочка! Интересно, автор этой идеи лично Александр Бастрыкин сперва придумать что-то и без доказательств приписать это оппозиционерам, а затем долго и со вкусом их же за это критиковать. Вот что значит высокий уровень профессионализма сотрудников Следственного комитета. С такими и в лес не страшно ехать. Ладно, на самом деле страшно. Как вы понимаете, ролик, в котором ложь звучит уже с первой минуты, одним только «Здравствуй, боец!» не ограничивается. Авторы этого занимательного опуса сразу переходят к манипулятивным утверждениям. Например, говорят, что не нужно проводить исследования, чтобы понять. Большинство участников акции – молодые люди. Видимо, пытаясь этой формулировкой подкрепить свою позицию. Утверждают, что молодые – понятие растяжимое, но уже через пять минут заводят речь о школьниках. Что же, вынуждены огорчить авторов и Следственного комитета. Исследования проводились. Исходя из их результатов, на акции протеста 23 января было всего 4% несовершеннолетних. Для сравнения, 7% участников митинга – это люди в возрасте от 58 до 70 лет. А ядро протестующих составляла возрастная группа от 25 до 35 лет. Их число составило 37% от общего количества участников. Как вы понимаете, дальше лучше не становится. Факты – упрямая вещь. Говорит закадровый голос, не приводя ни одного факта. Вы вряд ли удивитесь, если узнаете, что дальше в ролике будут звучать высказывания и вовсе антинаучного характера. Например, что ТикТок зомбирует детей, используя для этого технику 25-го кадра. Убедительная просьба к Следственному комитету и ко всем пропагандистам. Когда вы пытаетесь снимать такие ролики, пожалуйста, привлекайте к работе настоящих специалистов по социальным сетям. Пожалуйста, привлекайте к работе людей, разбирающихся хоть в чем-то, чтобы ваши авторы не рассказывали про 25-е кадры и не делились своими далекими от реальности представлениями о работе социальных сетей. То, что называется флеш-мобы или челленджи. На протяжении всего ролика плотность вранья и манипуляций нисколько не снижается. Стоит лишь отметить, что заканчивается ролик рассуждениями о том, что Навальный не мужчина. И похож ли на настоящего мужчину тот, кто самовлюблен, как нарцисс. А позиционеры сексуально непривлекательны. Если брать внешние какие-то образы, ну, я тоже бы, да, не сказала, что они, наверное, какие-то, может быть, сексуально привлекательные. Стоит поаплодировать специалистам из Следственного комитета за этот ролик. Сделать настолько ужасную поделку до краев, наполненную ложью с экспертами, которые не разбираются в том, о чем говорят, это надо постараться. Но у вас получилось. Молодцы. Жаль, конечно, что вместо своих непосредственных обязанностей Следственному комитету приходится заниматься пропагандой. Но перейдем от пропагандистов ситуативных к пропагандистам профессиональным. На прошлой неделе многих потрясла новость о пытках в ОВД Донское. Полицейские били и душили пакетом волонтерку штаба Любови Соболь Алену Китаеву. Каждый раз, когда происходит нечто настолько ужасное, мы думаем, что может хотя бы в этот раз пропагандисты обнаружат себе хоть что-то человеческое. Увы, не в этот раз. Гость программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым Александр Сосновский сказал, что на самом деле ей просто дали подышать в пакетик. Это значит, что у него количество вздохов и выдохов у него увеличивается с громадной скоростью, и он доходит из-за состояния, когда он вообще может потерять сознание. Это вот лучшее средство, это когда человеку дают подышать в пакетик. Я без шуток говорю. Подышать в пакетик, увеличивать... Это не целопановый пакет. Ну, я не знаю. Ну, по крайней мере, я хочу порекомендовать, спросить, не было ли у нее такого состояния, не было ли это связано с дымом. Мы уже видели оправдание избиений. Мы уже видели, как Владимир Соловьев называет удар ногой в живот. Отталкивает ногой, да, упирает в живот. Но оправдание пыток – это что-то совершенно новое и потрясающее в своей бесчеловечности. Все на том же канале «Россия-1» вышел репортаж, который должен был стать ответом пропаганды на расследование про дворец Путина. Корреспондент канала приехала в Германию и зашла в дом, где жил Навальный. Она показывала обычные интерьеры и пыталась убедить зрителей, что кофемашина – это роскошь. Не обошлось и без туалетных шуток. Здесь он не золотой. Похож, честно говоря, больше на унитаз из вагона поезда. Ёршик на месте. Блестит. Но не так. Золотые кадры трудятся на ВГТРК. Куда интереснее арифметика, которую использует «Россия-1». Значит, только на проживание во Фрайбурге он потратил больше 30 тысяч евро. К этому добавить съемки на киностудии в соседнем городке двухчасового фильма, напичканного компьютерной графикой, и ценник уже поднимается до миллиона евро. Почему именно миллион евро? Да не почему, просто потому, что так захотелось. Никаких подтверждений этому нет и быть не может. Репортеры просто назвали первую попавшуюся крупную сумму. Интересно, почему не миллиард евро? По такой логике можно подставить любое число. К слову, стоимость проживания Алексея Навального на самом деле вдвое меньше озвучена и была оплачена бизнесменом Евгением Чичваркиным. А хозяин дома, где проживал Навальный, обвинил репортеров «Россия-1» во лжи. Ну и в заключении давайте посмотрим, что пропагандисты писали о замене условного срока Алексея Навальному в своих социальных сетях. На этот раз без каких-либо комментариев. В нашем случае они не нужны. Подписывайтесь на наш канал, делитесь роликом в социальных сетях и обязательно регистрируйтесь в умном голосовании.